Друзья, всем привет! У нас сейчас получается такое незапланированное вступление, включение. В общем, мы сейчас собирались уезжать уже из деревинного Сибирской области, и нам рассказали, что здесь проживает многодетный отец, который воспитывает трех девочек-подростков. Нам сказали, что он работает грузчиком и зарабатывает 5000 рублей в месяц. Вы просто представьте, что на эту сумму они живут четвером целый месяц. Не обращайте сейчас внимания на качество картинки, потому что у нас сели все батарейки, пока мы записывали наш прошлый выпуск, который, я надеюсь, вы все посмотрели. Вот сейчас где-то здесь появится ссылка. Что хочется еще сказать, что вообще словосочетание многодетный отец в наше время – это большая редкость. Нам хочется познакомиться с многодетным отцом, с его детьми, узнать, как они живут и чем мы можем быть им полезны. Приятного вам просмотра, не забудьте подписаться на наш канал, подписывайтесь на мой инстаграм, где я вам всем очень рад. Прямо сейчас мы начинаем. Мы из Новосибирска приехали с продуктовой помощью к вам. Магодетный, да, пожалуйста, заходи. Тряпаться, собрался, да. Хворост себе, да, печь. Сами делаете? Да. Что себе? Просто интересно, что вы один мужчина с тремя девчонками. Ну, получилось так. Просто это редкость. Обычно мамы сдаются с детьми. Ну, получилось так. Короче, я попадаю в командировку. В это время моя супруга, как говорится, повела, как он там называется, образ жизни, как он там, ненормальный, как-то это называется. Ассоциальный. Ну, то есть это, но ее решили родительские права. Аморальный образ жизни, когда не только выпивка, ну, плюс там, гулянки, там, туда, что там. Ну, сами знаете, то есть это ни детей, ни ей разницы нет. Помогла мне их неотеки, пока к себе их на опекунство дела. Ну, а после того, как я вот сюда пришел, долго не думал, что да еще, как говорится, тем более мои дети родные, родная моя. Это трое, да, всех? Да, трое. Девчонок. Ну, ничего, ну, пришлось это посвятиться моим, что да еще там, устроиться на работу, найти, где жить, пока мечтать, да еще. Ну, устроился все, забрал детей. А давно его уже забрали? Ну, в 15-м году я их забрал еще. А, в 6-м тоже, да? Да. А этот дом, это важно? Хотя я потом переоформил, материнский капитал переоформил на себя, купил и дом. Купил и дом, это вот. Прописал здесь детей, все, чтобы я знал, что у моих детей место жительства есть. Ну, у вас здесь чистенько, уютненько. Да не совсем чистенько, еще, как говорится, я считаю, процентов на 50 у меня чистенько. Типа, здесь майка прибрали, но опять накипали. Ну, то, что у меня есть. Да это ничего страшного, понятно. Привет, я Игорь. Здравствуйте. Эти, мы живы там, у меня ребятишки, комната. Где сестры твои? Ну, одна, вон, я же спряталась. Ну, старшие 13, хоть эти, 14. Ага. Эти 11, и уже исполнилось. А вторые 12. Кто где спит? Я. Ты где? Она в сале спит. Она на своей кровати не хочет спать и в зале. А почему на своей не хочет спать? А я не люблю на ней спать. Уже там в сале есть телевизор. Чем целыми днями занимаетесь? Мы рисуем, играем, продвигаем. Вот эти вот рисунки, которые вот, только он сделан, которые сверху. Это Юлина, а он остальные, он все мои. Какие твои? Класски, потом тортик с яблоком, где шоколадка и дом с деревом. Еще вон, где пчелы. Ух ты, красота. У тебя очень хорошо получается. А у тебя краски, все это есть для рисования? Я у девчонок беру. У вас кошка, да, есть? Да, она беременна, сила. И вы ее подобрали с улицы? Да, мы их всех взяли. А она кого больше всего любит, тебя? Да, потому что я ее принесла. Она тебе очень благодарна, что ты ее спасла. А вот эта кровать, это вам папа так смастерил? Это давно уже у вас так? Да. Сколько ты вот на такой кровати уже спишь? Лет шесть? Да. А как ты сюда забираешься? Здесь даже лестницы никакой нет. В школу ты ходишь, тебе нравится ходить? Да, но в последнее время у нас учителя немножко слысли стали, потому что мы чего-то недопонимаем, чего-то не это, и они как бы... А оценки какие у тебя в целом? Тройки. По технологии у меня пятерки. А какой твой самый любимый предмет? У меня нет любимого предмета. В тюрьме до города я хочу стать учителем истории здесь. А помимо учителя не думала, кем хочешь стать? Либо маникюршей, либо массажисткой. И еще я хотела дизайнером дома стать. У вас же здесь все равно вот мало, в общем, клиентов, кто мог к тебе ходить? Я хотела это в городе сделать. В Новосибирске? То есть потом, когда вырастешь, ты планируешь переехать туда? Да. Сначала у меня было такое предположение. То, что я выучусь после девятого класса, поеду в Токучин в колледж, потом из колледжа в институт в Новосибирск, а потом из института, либо на учителя истории, либо там останусь на остальные все профессии. Ну ты уже прям молодец, себе все распланировала. Прежде мы с подругой хотели, когда вырастем, мы хотели вообще поехать подать заявки в Dream Team House. Это в ТикТок? Да. Пойдем сейчас с твоей еще сестрой пообщаюсь. Ты спускайся, пойдем тоже с нами. Друзья, хочу вам рассказать про одну бесплатную мобильную игру Barvija RP. Это игра про Россию. Она сделана на базе GTA, одной из самых популярных игр в мире. В этой игре вы можете стать кем угодно. Бандитом или полицейским, военным или простым рабочим на доставке еды. Заработанные деньги вы можете тратить на развлечения или же скупать прибыльные бизнесы, дома и особняки. Можно купить себе тачку и вложиться в ее тюнинг. К примеру, установить на нее винилы, затонировать и поменять цвет фар. Также вы можете участвовать в битвах семей за рейтинг и призы. А самое главное, что это доступно все на смартфоне. Вы можете играть в любом месте. Автобусе, метро, на переменках в школе или просто дома лежа на диване. В игре имеется голосовой чат. Установка игры происходит в два клика. А по моему промокоду МЕДОВ вы получите сразу же 120 тысяч виртуальных рублей, которые с самого старта можно потратить на развитие. Скачивайте игру Барвиха РП по ссылкам в описании к этому ролику. Заходите на восьмой сервер и увидимся с вами на улицах Барвихи. Нет, ну я весьма-то все равно по-любому буду брать поросят, курей буду брать. Потому что без поросят это как без свиней, это зимой ни сала, ни мяса нет. Я когда забрал оттуда, они вообще в детский садичь ходили. Как в сериале у вас папины дочки. Ну, а что, дети мои, зачем мне их бросать? У человека есть такой смысл такой. Для кого, для чего тогда жить? И чтобы тебя держали, чтобы ты опять куда-либо не лез, тебе надо какая-то поддержка. А чтобы эта поддержка была, чтобы ты знал, что ответственность, что у тебя ответственность есть, что у тебя кто-то есть, что нельзя туда идти. У тебя есть вот она. Расскажите, как в наше время живется многодетному отцу? Ой, я вам скажу, что тяжело. Дело в том, что давайте так. Если вот мать-одиночка, у ней статус есть мать-одиночка. Ей намного больше помогают. То есть, ну вообще помогают. А статуса отца-одиночки нет. А вы где-то работаете? Да, я работаю в игрушечном магазине. В игрушечном магазине. А еще какие-то есть у вас пособия от государства, что-то помогает вам? Я еще вот перед этим помогаю, оформляю документы, что соцзащита мне предложила такой вариант. На 3 месяца, по 3 месяца помогать по 13 тысяч выплатить, чтобы детей я буду одеть еще получше, ну там на еду, да, все такое еще. А постоянные какие-то? Постоянные, только выплаты детские по 400 копейки рублей еще. В месяц? И все? Да. А зарплата игрушечном у вас какая? У меня 5-300. 5-300? Да. Это месячная зарплата? Да. А на что вы живете? Где-то подколыбниваю, подрабатываю. Сейчас весна начнется, по строительству, там печки перебираю, там дома строю, там кому кухню, кому что строю, кому что обделать, садинком, маленьком. То есть все, что только можно, все это занимаюсь, все делаю. Все изучил, делаю. Хотя раньше я работал механизатором в колхозе. Почему не хотите в Новосибирск, например, переехать? В Новосибирске, во-первых, мне не нравится воздух, он, во-первых, зарезнен и все такое, здесь намного чище. Мне, чтобы, например, надо отдохнуть с ребятишками, я просто пошел, взял сосиски, взял удочку, взял, например. Пошел на речку, в костерчик рожок, вот они пока сосискивают, я рыбку ловлю. Во-вторых, город, город, он есть, город, там шумно, скопление большое. Вы хотите покоя, спокойствия? Да, покоя. И тем более я за детьми, за детьми в деревне больше, лучше проконтролирую, чем в городе. Комната это что? Это моя спальня. А это общий зал, то есть у них? Да. У вас здесь, ну, три комнаты, получается? Так-то было две комнаты, это зал, один целиком был. Разделил, да, еще, вот, стенки, просто разделил грубо. Вот эту кровать, эту двухъяржную кровать, эту шапанерную, собирал, все своими руками делал. Сюда не было материала, нет, ничего, так, делал, из того, с чего есть. Кто-то помогает там, чтобы вот какие-то принадлежности собрать, еще что-то? Или все сами? В каком смысле? Ну, вот бывает, что там, не знаю, люди тоже элементарно помогают, там, тетрадки. Нет, это все сами покупают. Сам покупают, все это делают. А у них есть какая-то нужна в одежде, в каких-то там куртках, ботинках? Это курточка старшая. Ага. Ну, вот она. Я ей покупал, вот, 8, ну, и брал. Ну, средняя такая же. У младшей где-то она где-то... Нет, куртка хорошая. У младшей вот эта вот куртка, у младшей. Чтобы им не стыдно было выйти, как говорится, в школу. Да, это хороший, правильный подход. В том году весной брал старший. Я не знаю, если старший будет маленький, значит, будет средний наш. Ну, да. У них так переходящая. Ну, вот так вот помалечку, говорится, и выкручиваются. Юль, где Ксюша-то? Она либо у подруги... Они на площадке играют. До школы, где клуб, там они играют. У вас тут клуб какой-то есть? Там дискотеки? Нет, там дискотеки только летом для взрослых. А, вы не ходили туда? Нет. Ну, я один раз прохукала свой момент, когда была детская дискотека, а я хотела любимые штаны свои надеть, а они сохли в этот момент. И ты не пошла? Да, я на дверь в дискотеки не ходила. Просто из-за того, что у тебя сохли штаны? А другие одеть же могла. Я не хотела, потому что все штаны мне нравились, потому что их мне мама купила. А ты в каком классе учишься? В четвертом. В четвертом? Нравится тебе учиться? Да. А где ваши все вещи лежат? Мои в самом низу. Вот здесь вот. А, это вот у вас шкаф, да? А тут у меня учебники. Учебники разбросаны, да, у тебя? А, ну вот тетрадки нормальные все в одном месте. Вот тут твои вещи, да, чуть-чуть? Нет, это мои учебники, а кофта это моя просто. А вот тут, прям в самом низу, это маленькая. Это все твои вещи? Да. А у тебя где? А у меня в пакете. В смысле, у тебя там все твои вещи лежат в пакете? Да, лежат. А еще какие-то есть у тебя? А почему в пакете? Почему ты в шкаф себе на полочку не положишь? Хочу. Они там в пакете хорошо лежат. Потому что если она положит этот шкаф, то она якобы их потеряет. И будет орать целое утро и говорить, где все в воде. А как она их потеряет, если у нее они все в шкафу будут лежать? Она мою вот спортивную кофту с тиктоком потеряла и найти не может со своим пакетом. Куда делала кофта-то? Не знаю. Я ее домой принесла. А вы все вместе в одной школе, да, учитесь? Да. Вы там друг друга поддерживаете? Нет. А я только у Юли прошу либо альбомные листки, либо карандаши. А зачем? У тебя своих что ли нету? Ну, у меня альбомы заканчиваются, потому что я слишком много рисую и у меня фантазии слишком много на уроке. А вот карандаши с ручками у меня, как Ксюша, возьмет, так они потеряются. Да, тут, конечно, у вас как все закреплено. Как оно держится, я вообще не понимаю. Быстрее! То есть вот это вся, весь диван на вот этой досточке держится. А он не прикрепен, диван, к стенке? Нет. То есть он все только вот тут держится? Да. То есть вот это прикручено к стене, и вот оно так держится. И здесь вот точно такая же кровать. То есть это, получается, был диван, и из двух частей дивана сделали это. Дырка какая-то. Здесь все одежды завалено просто. Ну, чтобы не упало, наверное. Семечки, да, любите щелкать? А кто у вас самая хулиганка Юля, наверное, да? Да. Нет? Не ты хулиганишь? Ну, я смотрю, ты веник принесла, ты, наверное, хочешь все это подмести, убрать. Или вы просто банку просыпали, и у вас все по-пополу. У нас Ксюша банку просыпает, когда она залазит на мою кровать. А кто твой самый любимый блогер? Даня Милохин. Чем тебе Даня нравится? Они играли в такую игру в Dream Team House. Надо было... Ну, они говорят, и они делают шаг, если это правда. Девчонка после первого вопроса сказала, у кого есть мама. Даня просто стояла на месте, потому что у него мамы не было. И мне стало его очень сильно жалко, и поэтому он как бы стал... Стал тебе нравиться? Да. А ты с мамой как часто видишься? Ну, я только вот этим летом, в 2020 году была у нее два месяца. А у тебя с мамой хорошие отношения? Да. Ты с ней хотел бы чаще видеться? Да. Почему не получается? Я сначала, когда я туда приехала, ей сказала, чтобы она жила с нами. Она сказала, я бы с радостью, но Леша, он же опять будет же нервничать и все остальное. Это кто, Леша? Ее супруг. Давно мама не живет с вами? Давно. А у тебя мечта какая-то есть? На Новый год. У меня еще мечта, чтобы на Новый год у меня всегда сбывались желания, потому что у меня они вообще не сбываются. У всех сбываются, а у меня именно нет. А что ты желала на Новый год тебе? Чтобы мама приехала и жила с нами. Ты это каждый год загадываешь? На день рождения, на Новый год. Мне еще подруга говорила, что если в одинаковое время, например, в 13-13, вы можете загадать желания. И всегда я тоже загадывала. Ты постоянно одно и то же загадываешь, чтобы мама с вами жила? Да, потому что летом я одна нахожусь, ну то есть никому не ездил на каникулы, потому что никто меня не берет. Сейчас я к папе схожу, кое-что спрошу. Федор Петрович, есть рулетка у вас? Сначала до шкафа. Друзья, вы сами видите, в каких условиях живет эта семья. Слава богу, что они живут в тепле, они сыты, и у них есть какая-никакая одежда. Но мне хотелось бы обратиться к вам. Может быть, у кого-то из вас есть одежда ваших детей, которую они не носят, и вы могли бы отправить их этой семье. Напишите, пожалуйста, мне в социальные сети. Я буду вам очень благодарен. Второе, что мне хотелось бы приобрести для них, это новые кровати для каждой из них. Так как то, на чем они спят, это просто какие-то старые половинки от дивана. И вообще, они не предназначены для сна и могут негативно влиять на формирование скелета и позвоночника у подростков. Поэтому кровати точно необходимо менять. Также им необходим стол, где делать уроки, школьные принадлежности, шкаф, в который они смогут складывать свою одежду. Я буду потихоньку все это стараться реализовывать. Если кто-то из вас хочет мне в этом помочь, я буду вам очень признателен, и реквизиты оставлю в описании к этому ролику. Давайте вместе с вами сделаем такой подарок от нашего канала. Трудно тебе закончить с одной тройкой? Да. Ну, у тебя больше, да, троек, чем одна? Да. Ну, я стараюсь так вот четверки вот еще. А так сколько у тебя в четверти троек? Да. Много, да? Ты сама вот не хочешь учиться? Или тебе просто трудно дается вот понимание уроков, уроки трудно делать? Ну, где-то уроки я не понимаю, а вот где-то вот прям вообще прекрасно. А если мы найдем человека, кто будет с тобой, например, по Zoom заниматься, ты бы занималась бы, хотела бы подтянуть? У меня вот самое то, чтобы хорошее было... Ты что, так смеешься? Да, она смеется то, что вот эту куколку я делала по своей ЛП. Это пластилина? Из, да, из пластилина. Покажи. Если понадобится помощь именно вот в репетиторстве какого-то предмета, мы можем найти людей, кто тебя обучит, и поможете подтянуть вот оценки твои. Я папе оставлю контакты, ну, не знаю, либо тебе оставлю, запишешь. И если что, напиши, мы найдем. Помогаешь папе? Да. Я хочу готовить, а кто их будет? А сами умеют они что-нибудь готовить без вас? Да, умеют. И сварить, и жарить могут, и кашу, и супчик некоторые могут приготовить, даже если когда захотят. Пошло. Ну что, прям буквально пол-полминуты и вытаскиваем, да? Ну, сейчас, Майка, подрумянится. О, красота. Угощайтесь, попробуйте, как это. Да? Будете? Будете? Не хватит. Петр Петрович, мы очень рады знакомству с вашей семьей. Вы хороший, замечательный отец. У вас растут прекрасные дети. Уверены, что у них все в жизни будет хорошо. С таким отцом. И плюс у них у каждой свой характер. Они, каждая индивидуальность. Подумаемся, что можно сделать. Поговорим там с нашими друзьями. Я думаю, очень много людей найдется, кто захочет вас поддержать, кто откликнется. И мы, думаю, в следующий раз приедем с хорошими новостями. Девчонки, кулачок. Давайте, увидимся. Спасибо вам, что приехали. Все-таки кто-то, кто-то, не забывает, заботится о других. Продолжение следует...